Возрадуемся, братья и сестры, мы в эфире. 26 декабря 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Периферийное зрение. Неужели?» Сергей Околев меня зовут, я всех рад приветствовать. Невероятные происшествия у нас происходят, да, то есть в пятницу мы не смогли выйти в эфир. Сейчас вот, да, сейчас пишут, что есть эфир, ура, всем привет. Друзья, я прошу с пониманием относиться к тому, что здесь происходит. Во-первых, я не упрашиваю вас меня любить, вы можете меня ненавидеть совершенно спокойно, но когда вы пишете о том, что я там специально куда-то не выхожу, специально срываю эфир или что-то еще, это не так, мягко говоря, да, то есть мягко говоря, вы не правы. Сейчас мы вещаем на другом битрейте, да, то есть там 320 качества. Это не самый лучший вариант, я надеюсь, что мы эту проблему решим, но пока вот так, да, поэтому всех совершенно искренне рад приветствовать, потому что я 20 минут с вами на другой трансляции общался, и я очень надеялся, что все-таки куда-то рано или поздно мы пробьемся, но не пробились. создали новую с меньшим битрейтом, да, из другой программы и вышли. Вячеслав, что мы в эфире, представляете, как это растет. Да, у меня тоже все. Я рад, совершенно искренне. Вот, больше не стригись так, да хватит мне, мне кажется, неплохо. Нет? Нет? Ну, я так лысее стал немножко. Так, я надеюсь, что у нас все работает, я надеюсь, что у нас работает звук. У нас почему-то встал чат. Нет, не встал. С эфиром всех, да, я тоже всех поздравляю. Ну что, друзья, у нас давно мы с вами не виделись, да, в пятницу я пытался выйти в эфир, у меня много новостей пятничных, ну, прошлой неделе, скажем так, да, некоторые новостные, в общем-то, сюжеты уже этой недели, выходных, конечно, и про ТУ-154 есть, пару слов буквально немного, да, и про прямую линию президента, в общем-то, давайте по всему по порядку, да, во-первых, я напоминаю, что, что вам напомнить, что у нас есть электронная почта, пишите на электронную почту, всем, кому я не отвечал за выходные, я всем ответил, все получили ответ, значит, что у нас еще есть. У нас есть донат, он работает, он включен, да, поэтому все хорошо. Спрашивают, почему в костюме? Во-первых, я не в костюме, а просто в пиджаке, во-первых, здесь холодно, а во-вторых, встреча была важная, поэтому нужно было выглядеть поприличнее, да, вот, вроде бы я поприличнее выгляжу, хотя вот все пишут, что я как-то пострелюсь и нехорошо, не знаю, что вам нравится, мне кажется, нормально, вот. Покер, хоть 144, все равно главный звук, я с вами согласен, да, вы же там не рассматривать меня пришли. 320 не самый плохой вариант, поэтому слава богу, что мы вышли хотя бы так, поэтому давайте, в общем-то, донат, я сказал, работает, присылайте нам свою помощь, она лишней точно не будет. Надеюсь, что плохие новости мы уже в 480 выведем, уже как минимум мы выяснили, где крылась проблема, да, это уже радует. Передай привет Славе, да, сами передайте 21 час, в чем сложности. Привет Пламенный из Тюмени, и покер, какая у тебя прочёска, не парься, это неважно. Привет Тюмени, Алексей, большой привет. В Тюмени я, кстати, не был, Тюмень будет хороший город, может быть, когда-нибудь приеду к вам. Спасибо за поддержку. Рубашка партии Энсда. Не знаю, там у них были такие рубашки. Поехали по новостям, друзья. Так, сейчас, заметь меня, я тебя заметил. Сейчас, секундочку, я хочу обновиться. Так, нет, что-то у нас не обновляется. Так, ладно, хорошо, об этом тогда чуть позже. По новостям, я прошу прощения, что скомканное начало, так бывает. Ну что, первая, конечно, новость, которая основная, в общем-то, на прошедших выходных, да, которая ключевой стала, и сегодня нельзя было бы о ней не поговорить, это крушение самолёта Ту-154 Минобороны, да. Вы знаете, я, наверное, не буду так детально как-то своё мнение высказывать по этому поводу. Есть Вячеслав Мальцев, который намного более квалифицирован в этом вопросе, да, и я думаю, что в 21 час мы более подробно будем об этом говорить. Я хотел бы сказать, ну, во-первых, тут вот, как всегда не обошлось без Саратова, да, мы уже обращаем внимание, что всегда есть какие-то алиокатастрофы, то, в общем-то, всегда с этим как-то связан Саратов. Вот разбившимся Ту-154 управлял выпускник Балашовского училища. Я так понимаю, что он был не командир корабля, а второй пилот, но, тем не менее, общий налёт более 3000 часов, это, кстати, не так много на самом деле. Ну, как бы много, это квалифицированный хороший пилот, но это не какое-то там безумное количество, не рекордное, насколько я знаю, да. И вот находившийся на борту упавшего Ту-154 корреспондента от НТВ учился в Саратове. То есть, как всегда у нас вот, к сожалению, если происходят какие-то трагедии, то они всегда связаны с Саратовом. Почему-то вот такая вот у нас есть вещь. Сегодня у нас траур, да, официально объявлен. Я, во-первых, совершенно искренне поздравляю всех, поздравляю, о чём я говорю, прошу прощения, выражаю соболезнования. Я просто думаю об одном, а говорю о другом, прошу прощения. Соболезнования выражаю, да, абсолютно искренне всем родственникам, всем друзьям, всем знакомым погибших. И вот тут критикуют Камикадзе, я читал ваш чат, вашу предыдущую дискуссию, да, критикуют Камикадзе на тему того, что вот он там жалеет путинских каких-то халдеев. Я с Камикадзе, кстати, во многом согласен, немножко в формулировках не согласен, но в таких ключевых моментах абсолютно согласен. Безусловно, те люди, которые летели на этом самолёте, те люди, которые погибли, они имеют очень отдалённое отношение к войне в Сирии, да, естественно, эти люди никого не убивали, естественно, эти люди не, в общем-то, не виновны в том, что там происходит, да, то есть там летел оркестр, да, то есть вообще творческие люди, которые никакого отношения к войне не имеют. Там летели журналисты, которые, кстати, по некоторой информации вообще не хотели лететь в эту командировку, да, и там летела доктор Лиза, замечательный человек, которого я очень уважаю. Лично я с ней знаком не был, но знаю людей, которые с ней знакомы, которые, в общем-то, её последователи, можно так сказать, да, очень все приличные люди. Вообще доктор Лиза очень многое сделала для российского волонтёрства. И вот в последние годы то, что она всё-таки, так, имела определённые отношения с действующей властью и отношения хорошие, да, ну вот, к сожалению, может быть, это и стало причиной определённой, да. Но мы говорили о мистических определённых вещах, которые вокруг вот этой власти обитают, да. То есть Путин бедоносец, мы об этом постоянно говорим. И люди, которые приближаются даже, я не знаю, там, совершенно благими намерениями работают с этой властью, да, они всё равно потом получают вот эту карму. Почему эта карма не работает, не знаю, там, на каких-то высокопоставленных сотрудников Минобороны? Почему не падают самолёты с генералами, которые отдают приказы бомбить школы и детские сады? Почему не падают самолёты с Путиным и с собачками Шувалова? Я не знаю. Как это работает, я не знаю. Но всё-таки, да, Лиза поддерживала сепаратистов. Серёга, ты чего? Я понимаю. В общем, ладно, давайте не будем об этом. Во-первых, это мёртвый человек, а мёртвый либо хорошо, либо ничего, да. Она очень много сделала в России для вот этого направления волонтёрства. И я об этом и сказал как раз. Я просто не хотел об этом говорить про ДНР и ЛНР. Я именно об этом хотел сказать, об этом и подумал, да, что она, к сожалению, к этому имела отношение, запятнала себя во многом в этом. И поэтому, к сожалению, могло вот так случиться, что, в общем-то, это определённую такую карму сыграло. Не знаю. Не хочу об этом думать, не хочу об этом говорить. В общем, я выражаю ещё раз соболезнования всем друзьям и близким погибших. Я не собираюсь танцевать там на костях и кричать «Ура!», там погибли какие-то путинские журналисты. Вы знаете, у меня есть товарищ, ну, не товарищ, знакомый. Так, знакомый через третьих знакомых, который работает на Первом канале. Мы с ним лично знакомы, да. Замечательный молодой человек, чуть старше меня. У меня есть друг, человек, которого я могу назвать другом, который работает, ну, так или иначе. Работает на телеканале «Россия-1», да. И проклинает всю эту власть, там, троллит их жутко, да. Ему давали поручение сделать материал, там, разоблачающий про Вячеслава Мальцева. Но я об этом как-то говорил, да, во время выборов. Я вот представляю, что бы, как бы, какие были бы мои впечатления, если бы погибли в этой авиакатастрофе вот эти два человека, да, они работают на телеканалах путинских, однозначно, да. Стал бы я радоваться, но, наверное, наверное, не стал бы. Поэтому, не знаю, нельзя судить людей вот чисто по обложке, да, что вот они работали на путинском телевидении, поэтому они заслуживают смерти. Не нам с вами решать. В любом случае, так или иначе это произошло. И, в общем-то, я уже дважды выразил свои соболезнования, выражаю еще раз, да. Поэтому это, безусловно, очень серьезная трагедия. По причинам, я думаю, что в скором времени мы узнаем. Многие говорят о том, что это террористические акты, что власти скрывают. Почему-то мне кажется, что если бы это был террористический акт, власти бы ни в коем случае не скрывали. Власти бы кричали во все дудки и дудели, да. По каждому рупору бы раздавались истеричные крики Соловьева и, там, Киселева, да, на тему того, что это, там, подлый удар в спину и так далее. Опять бы наши, там, красные летчики, там, ура, пилоты, бы полетели бомбить детские сады и школы, да, с криками, там, на абордаж и отомстим за наших журналистов. Ну, в общем, так не произошло, да, поэтому... Я вижу, что после того, как это случилось, это для всех стало неожиданностью. То есть, когда мы говорили про сенайский самолет, когда мы говорили про некоторые другие события, мы видели, что это не было неожиданностью. И это как раз из теории заговоров, да, почему происходит террористический акт, а все средства массовой информации к этому готовы. почему там некоторые сообщения о террористическом акте появились в интернете до террористического акта. Самолет находился в Лондоне. Это я говорю про сенайский, да, самолет. В общем-то, средства массовой информации некоторые уже написали, что он взорвался. В этот раз мы этого не видели, да, то есть, все были к этому не готовы. Поэтому, не знаю, я к каким-то теориям заговора в данном случае не отношусь, да. Так, я прошу прощения, сейчас я один технический момент сделаю. Прямо одну секунду. Надеюсь, у нас ничего не вылетит. Так, друзья, у нас не появляются донаты почему-то на экране. Я вот пытаюсь понять, они не появляются, потому что они не работают или потому что вы их не присылаете. Я просто попрошу кого-то тестировать, бросьте, пожалуйста, какой-то донат, чтобы я просто технически понял. Или напишите, что я присылал, и у меня не появилось. Да, вот такую замечательную фотографию я вам хотел показать. Сейчас, одну секундочку. Траур у нас сегодня, да, да. Покрупнее я вам покажу. Траур у нас сегодня по погибшим, как я уже сказал. И вот видите, что российский флаг – это одна из московских школ. Фотография, которая уже облетела весь русскоязычный интернет. Кстати, не только русскоязычный. И сверху вы видите чёрную ленточку. Вернее, то, что должно было быть чёрной ленточкой. Но ленточки, видимо, не оказалось. И это мусорный пакет. Я не шучу. Это действительно мусорный пакет. Но, к сожалению, вот в этом вся как бы путинская, да, весь путинский траур, да, весь вот этот напыщенный, показушный какой-то абсолютно жуткий траур. Я, как бы, к нему никакого отношения не имею. У меня своё мнение. Поэтому у меня мой траур, да, давайте к этому. Да, на мусорном пакете. Вы угадали. У кого-то траура, а мне похуй. Ну, это ваше право. Вам, может быть, похуй. Я вас не застав... Кстати, вы знаете, это и правильно. В том плане, что я вас не заставляю там плакать. Я вас не заставляю горевать. Это ваше мнение. Вам как бы всё равно. Да, мне не всё равно. Некоторым другим людям не всё равно. Поэтому в этом, как бы, и суть траура, да, в том, что у людей должно быть своё какое-то мнение. А вот нет путинской системы, да, что все должны горевать там. Всех там, я не знаю, палкой бить, кто не плачет, да, там, расстреливать тех, кто не плачет, ну, наверное, это неправильно. Это чисто террористический акт, но властям нужно скрыть это по-любому. Почему? Вы мне мотивацию скажите властей. Вот, смотрите, это террористический акт, да, да, представил. Зачем его скрывать? Вот, пожалуйста, умерли ни в чём не повинные там журналисты, умерла эта доктор Лиза, да, вот надо там с новой силой бомбить эту Сирию. Всё было бы очень логично. Я не вижу пока смысла. Я не исключаю, что это террористический акт. Я пока просто не вижу смысла, почему его скрывают. Зачем? Показать свою несостоятельность с точки зрения безопасности, да вы угораете, что ли, а все остальные террористические акты. Почему тогда они не показывали. Ну, в общем-то, ладно. Давайте от этой темы отойдём. У нас впереди ещё много интересных вещей. Как бы у нас траур трауром, да, но я не считаю, что нужно весь эфир там плакать и горевать. Это моё представление о травме, ладно, сугубо личное. Поэтому давайте вернёмся на прошлую неделю. Так, вот сейчас я пытаюсь понять, у нас пришёл, да, у нас всё работает. Донат у нас работает. Просто праздник какой-то. Всё работает, представляете. Так, вернёмся на прошлую неделю. На прошлой неделе у нас была прямая линия с президентом. Спрашивали меня, и я хотел, в пятницу как раз хотел выйти в эфир, чтобы рассказать о своих впечатлениях, о прямой линии, да. О том, что, в общем-то, произошло. Вообще очень интересная для меня прямая линия. Я впервые, кстати, за долгое время, наверное, года за два, посмотрел прямую линию с президентом. Пресс-конференция – это не прямая линия, пресс-конференция, конечно. Я почему думал про пресс-конференцию, сказал прямую линию. Пресс-конференция, вот. И я не успел к началу. Я шёл домой, когда она начиналась. Мне позвонил товарищ, я, кстати, об этом уже говорил в плохих новостях. И он меня спросил, ну вот там, а я смотрю, говорит, прямую, пресс-конференцию с президентом. Я говорю, и что? Она говорит, ну как ты вот думаешь, о чём он будет говорить? Я говорю, ну он всегда говорит об одном и том же. То есть вся пресс-конференция и все прямые линии, они, в общем-то, строятся на одной и той же такой, скажем так, схеме. Схема эта заключается в том, как вам удаётся быть таким великим, таким классным, таким лучшим. Вы это делаете специально или случайно. Как нам стать такими же классными и такими же лучшими. Вот. Поэтому в этот раз, в общем-то, я не ошибся. Я пришёл домой, включил телевизор, решил посмотреть эту прямую линию и вот записал. Я, на самом деле, у меня даже записная книжка есть. Я записал очень много каких-то моментов, которые мне приходили в голову. Там какие-то отсылки даже к классическим произведениям, к французской литературе и так далее. Много интересных мыслей. Но сейчас это уже просто всё прошло. И я, кстати, некоторые мысли переосмыслился, перечитал и подумал, что нет, кстати, вот здесь, наверное, было иначе. Но вот у меня три тезиса, которые не изменились с пятницы и не изменились сегодня. Это три тезиса общих, три мысли, которые мне пришли в голову. Три моих состояния, когда я смотрел прямую линию президента. Первое состояние – я охуел. Я так это писал – охуел, прозрел и устал. Это три моих впечатления о прямой линии. Почему я охуел? Потому что очень всё дёшево, очень дёшево. То есть, когда я говорил о том, что всё будет строиться на теме, как вам удается быть таким прекрасным, я включаю прямую линию и вижу Примакова, который говорит, вы самый великий человек на планете Земля, как вам удается быть таким великим. То есть, это прямая речь. Вы представляете, я даже не исковеркиваю его слов. Я сижу и я не понимаю. Я думаю, я, может быть, на какую-то пародию попал на прямую линию. Может быть, кто-то так троллит, но это же смешно. Это же вот где-то в КВН, наверное, вот такого уровня шутки. Оказывается, что нет. Оказывается, это официальная прямая линия и многие другие моменты. То есть, я понял, что всё это сделано очень дёшево, очень. Раньше делали намного дороже, намного качественнее. И когда мне сейчас говорят о том, что там какие-то телесуфлёры были и что-то другое, не знаю, мне кажется, что вообще ничего этого не было, потому что всё выглядело очень глупо. Путин выглядел как-то совершенно неуверенно, когда ему задавали какие-то серьёзные вопросы. Он как-то шутил, причём шутил какими-то незаготовленными шутками, избегал вопросов. Это всё выглядело, это всё бросалось в глаза и так далее, понимаете. И поэтому я охуел, да, для начала. Второе – это прозрел. Почему я прозрел? Потому что я вдруг поставил себя, я смотрел и пытался как-то объективно за этим наблюдать. Я поставил себя на место ватников. Я вдруг подумал, а вот я ватник, допустим, да, и как я вот посмотрел бы на это. И я вдруг прозрел. Я понял, почему огромное вот это количество людей в России, которые считают, что, в общем-то, там Путин – наш бог, это вот там царь хороший, бояре плохие и так далее. Я понял, что вот эта пресс-конференция, если бы я не понимал, что происходит в стране, если бы я каждый день не смотрел вот эти новости не только путинские, но и как бы заширмовые, да, скажем так, если бы я вам об этом не рассказывал, если бы я был потупее немножко, если бы я был слепой, глухой и тупой, то тогда да, тогда я бы верил в то, что Путин – наш бог, а вот есть какие-то негодяи, которые, в общем-то, ему мешают, да. То есть вот для меня это такое определенное прозрение было. То есть я понял, что если бы я вот эту структуру у себя в голове имел, то вот эта пресс-конференция, она бы очень хорошо в нее вписывалась, да. То есть Путину рассказывают про какие-то вопиющие случаи, он так удивлен, он говорит, да, да вы что, нужно разобраться, нужно это исключить, искоренить. То есть видите, кто-то, где-то, какие-то негодяи, теневые, они, как он постоянно говорит, они, они ему мешают, вот они ему постоянно мешают, а он с ними борется. И я прозрел, что я говорю, вот, то есть я понял, да, что почему, как, откуда вот это берется в головах у ватников. Но потом я устал, да, то есть третье мое состояние, я устал. Интересно было смотреть минут, наверное, 20, вот эти некоторые выводы какие-то, которые я смотрел, дальше я заставлял себя смотреть. Очень дешево, очень глупо, очень, очень нудно, очень нудно, так нудно, господи, как это нудно. Я уже просто каждую секунду терпел, я вот прям смотрел на телефон, вот так и думал, сколько прошло, две минуты. Ощущение, что я смотрю, это целую вечность, да, то есть я не знаю, почему, возможно, это как-то, не знаю, там, какой-то 25-й кадр они включают. Я не знаю, это было ужасно, это вот, вот, вот после 20 минут мне уже захотелось умереть, когда, да, кстати, я сейчас скажу, почему это не только, не только из-за прямой линии с Путиным. Поэтому вот три таких моих мысли по прямой линии. Знаете, была мысль такая вообще взять в эту пресс-конференцию, опять я ее называю прямой линией, пресс-конференцию, взять полностью видео-версию и на безумной Гретте прям запустить, она сколько там идет, я не знаю, 4 часа, да, сделать ее чуть-чуть потише и какие-то комментарии давать, вот, мне было бы интересно, то есть просто устроить такой онлайн показ вот этой пресс-конференции с комментариями, нашими, да, потому что там есть действительно очень много моментов, которые я, ну, просто не понимаю, как люди могут этого не видеть, но это же совершенно очевидно, очевидная ложь, очевидное перевирание, очевидные примеры там, я не знаю, из разряда это дверь коричневого цвета, значит, она деревянная, нет, друг, и двери бывают и не деревянные, и коричневого цвета, понимаешь, поэтому вот такие моменты они, ну, я не знаю, я просто не понимаю, как этого можно не пать, поэтому, в общем-то, по прямой линии давайте тоже закончим, вот, цитату я себе одну единственную выписал, последний, ну, не последний, а в середине где-то прямой линии Путин сказал, нам надо заканчивать, иначе мы никогда не закончим, вот, это очень хорошая моя линия Вова, надо заканчивать, потому что иначе вы никогда не закончите, и давай заканчивать на этом, вообще, вообще, давай с тобой заканчивать. Так, ну и что, люди нам прислали, перемещаемся к следующей нашей, да, к следующей части нашей программы, люди нам прислали очень интересный документ, спасибо вам большое, вы действительно что-то интересное нам периодически присылаете, сейчас я найду этот документ, это фотографии, если бы я не видел этих фотографий, я подумал, что это какой-то фейк, для замечательной организации, региональной общественной организации спасения детей от киберпреступности, Российская Федерация Город Рязань. Рязань, большой привет нашим адекватным сторонникам из города Рязань, и, как бы вы думали, что это достаточно большая памятка, под которой заставляли расписываться учителей, учителей и, в общем-то, родителей детей, памятка эта посвящена самоубийствам, так что мы сегодня с вами будем обсуждать очень серьезную тему самоубийства, на ней очень сложно можно шутить, но у некоторых получается, да, сейчас мы с вами в этом убедимся. Здесь есть большая вступительная часть, я почему не выложил фотографии, потому что ее надо увидеть, в общем, увеличивать, я бы сейчас мог вам показать, но вы бы просто ничего не увидели. Ее, кстати, очень легко можно найти, если кто-то думает, что я шучу или как-то исковеркиваю, или не как-то исковеркиваю. Вступительная часть ситуации по самоубийству среди подростков остается в нашей стране одной из самых напряженных, согласно данным научного центра социальной и судебной психиатрии Несербского. По числу случаев суицид среди молодых людей Россия входит в пятерку лидеров, но это ложь. В тройку лидеров на втором месте мы находимся, да, российские подростки все части сводят счеты с жизнью, зафиксирована новая тенденция, рост числа групповых самоубийств, которые буквально следуют друг за другом и так далее. То есть тут приводится статистика, сегодня на 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 19 происходит почти 20 случаев суицида, что превышает мировые показатели на 2,7 раза, это ложь на 3,6 на самом деле, ну и так далее. То есть здесь можно найти очень много заниженных цифр и внизу с памяткой по профилактике суицидального поведения ознакомлены и, значит, фамилии, имя, отчество ознакомлены с росписью. Но, в общем-то, здесь приводятся также какие-то внешние признаки, как они написаны, внешние признаки потенциальных суицидников, поэтому давайте серьезно к этому отнесемся, да. То есть я сейчас тоже зачитаю эти внешние признаки, попробую их найти у себя. Возможно, я потенциальный самоубийца. А вы, в общем-то, задумайтесь, у кого-то из вас есть дети, может быть, вы у себя что-то обнаружите, да, поэтому давайте выясним, есть ли у нас потенциальная склонность к суициду. Я еще раз хочу пояснить сразу, что суицид – это не смешно, но то, что здесь будет написано, это очень смешно, поэтому приготовьтесь. Внешние признаки суицида. Первое – неоправданное желание похудеть. Вступление в группы анорексии, сохранение фотографий худых девушек, юношей и, наоборот, размещение изображений критикующих полностью людей и оскорбление их форм. Интересно, попадает ли в эту группу, скажем так, оправданное желание потолстеть? Если да, то у меня первая галочка есть, да, то есть я потенциальный самоубийца по первой галочке. Чрезмерное употребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем – кофе я не пью, вообще нисколько, не чрезмерно много, не мало, никак. Нарушение сна – да, безусловно, ранний утренний подъем – редко, поэтому тут такая. Знак вопрос по этому пункту, да. Долгое времяпрепровождение за компьютером – это потенциальные самоубийцы. Планшетом, мобильным телефоном, постоянный обмен сообщениями. Вконтакте у меня сейчас порядка 200 непрочитных сообщений, причем читаю ее, конечно, каждый день. Наверное, я не знаю, в сутки я 15 часов провожу за компьютером, потому что работа вся связана с компьютером, мобильным телефоном и так далее. Здесь такая жирная галка, да, мне надо задуматься. Ношение одежды преимущественно темных оттенков, возможно символик и пропагандирующих смерть. Мой любимый цвет в одежде – черный. Символика, пропагандирующая смерть. У меня есть рыбка такая с черепом, да, наверное, это символика, пропагандирующая смерть. Поэтому здесь тоже галочка, да. Рисование на руках планет. Я не шучу. Сатанинских масонских знаков, перевернутых крестов, сионистских звезд и различных символов побуждения сделать татуировки. И тут у меня две галочки в одном пункте, потому что у меня рисование на руках планет и побуждение сделать татуировки. У меня татуировка с изображением планеты, представляете? Поэтому все, я уже буквально на грани жизни и смерти нахожусь. Перекрытие лица на фотографиях как руками, так и закрытие деталями одежды, демонстрация фотографий безымянного пальца. Я не демонстрирую фотографию безымянного пальца, не перекрываю лицо на фотографиях. Хотел бы сказать, что тут у меня минус, но меня поправили. Я уже читал эту памятку, и мне сказали, что у меня есть одна фотография, где у меня лицо морда рыбы такая. То есть я перекрываю все-таки лицо. Ну, так что здесь такой знак вопроса. Копирование на странице музыки с откровенной символикой мартинизма, сатанизма или фашизма. Есть ли у меня музыка с символикой фашизма? Музыка с символикой? Или как вообще? С направленностью, наверное. Может быть. Смотри, что считает фашизмом. Знак вопроса. Скрывание от родителей близких внутренних переживаний. Круто. То есть 99,9% подростков, согласно вот этой замечательной инструкции, да, этой замечательной памятки. 99,9% подростков, они потенциальные самоубийцы, потому что скрывают от родителей и близких внутренние переживания. Но это совершенно нормально в подростковом возрасте. Просмотр и обсуждение сериалов мистической направленности. Круто. Я всю жизнь смотрю сериалы мистической направленности. Lost. Там, я не знаю, настоящий детектив. Это все, наверное, сериалы с мистической направленностью. Поэтому тут у меня жирная галка, да. Установление паролей. Скрытие информации на всех девайсах. Использование графического ключа для входа. Постоянная очистка используемых браузеров и корзинок. Я думаю, у всех наших зрителей огромная галка. И у меня, естественно, тоже. Вот мне очень нравится пункт просмотра видео с пропагандой атеизма и ЛГБТ. То есть в одном пункте пропаганда атеизма и ЛГБТ. К этому мы, кстати, вернемся. То есть во всей этой памятке атеизм и пидоросия, они стоят в одной, так скажем, в одной системе, да. То есть находятся они рядом друг с другом. Смотрю ли я видео пропагандирующие атеизм. Ну, я иногда... Ну, да. Наверное, да. Время от времени. Не знаю. Я не атеист, но да, наверное, может быть. ЛГБТ нет, конечно. Никогда в жизни. Нет. Фу. Из субкультурной моды, помимо одежды... Темных тонов, да, пардон. Здесь просто очень плохо видно. Поэтому я... Из субкультурной моды, помимо одежды, темных тонов и символики, используются фирменные бренды. К примеру, кроссовки Nike. Поняли, да? То есть все те, кто носит кроссовки Nike, это потенциальные самоубийцы. Сигареты Marlboro и Winston. У меня нет, к счастью, кроссовок Nike. То есть я еще не совсем потерян. И сигареты не курю никакие, ни Marlboro, ни Winston. Поэтому... Здесь у меня большой минус. Ура! Есть еще шансы выжить. Выбревание девушками в височной части головы, окрашивание волос в ярко-зеленые и красные-синие цвета. Я не знаю, я не девушка, да, поэтому я не крашиваю волосы. Тоже минус. Все нормально. Я пока еще имею какие-то шансы на сохранение жизни. Сохранение различных аниме, вплоть до порнографического характера. Аниме не смотрю и уж тем более не сохраню. Использование определенного сленга в переписках и сообщениях. Еще раз напоминаю, мы читаем памятку потенциальных самоубийц. То есть те, кто использует сленг, это потенциальные самоубийцы. Наверное, я использую какой-то такой тот или иной сленг. Размещение и копирование музыкальных групп определенной направленности, различных музыкальных направлений и течений с использованием символики, пропагандирующей смерть. Авторам этой памятки нужно понять, что музыка не содержит символики. Что значит музыка и символика? Я не очень понял. То есть они имеют в виду символику как символизм? Тогда это одно. Что значит музыка и символика? Как в музыке может быть какая-то символика? Это просто не по-русски написано. Слушаю ли я музыку, пропагандирующую смерть? Да. Я практически всю музыку, которую я слушаю, пропагандирующую смерть. Лед 9, 2517, Сплин. Что значит пропагандирующую смерть? Там никто не поет. Умри, выпрыгни из окна, порежь себе вены. Нет, но, конечно, определенные такие, какие-то мистические. И такие, не знаю, как это назвать. Ну, кто, в общем-то. Понимаете, я думаю. Адекватные люди понимают, о чем я. Так что здесь у меня опять галочка. Я снова в потенциальной зоне риска. Введение специальных дневников с характерными рисунками и подборками с возможным дальнейшим опубликованием в сети. Я не веду никаких дневников уже достаточно давно. И уж тем более не публикую и не публиковал нигде никогда. Желание установить напротив кровати зеркало. Это пункт, который поверг меня в ступор. У меня нет напротив кровати зеркало, и никогда не было желания. То есть, это какой-то такой подкол. Типа человек просыпается, смотрит на себя с просоней непричесанного. Ему хочется покончить жизнь самоубийством. Видимо, на это намек. Я не знаю, почему у меня нет напротив кровати зеркала, и никогда не было желания установить его. И я считаю, что это никаким образом не склоняет людей к суициду, это полный вред. Открытие электронных кошельков и банковских платежных систем. А как прям в корень бьют, да, то есть донаты, всевозможные Яндекс.Кошельки и так далее, это первый шаг к самоубийству. Установление специальных браузеров для анонимного просмотра и входа в глубинный интернет. Это тоже для самоубийц, естественно, для кого же еще. То есть это не Роскомнадзор, ебнулись и блокируют сами себя, это, в общем-то, это просто самоубийцы. Самоубийцы используют анонимные браузеры, их обязательно надо запрещать, естественно. Игры в определенных приложениях, в которых используются внутренние чаты. Вот я сейчас сверну и посмотрю на внутренний чат. Вот такая вот прелесть. Поэтому да, здесь большой плюс такой, я снова в зоне потенциального риска. И то, что меня добило до конца, и, в общем-то, все сомнения в том, что я потенциальный самоубийца, у меня отпали после того, как я прочитал последний пункт. Установление на смартфон или компьютер приложений для видео и аудио онлайн-трансляций. То есть то, чем я сейчас занимаюсь, это серьезный пункт к суициду. Поэтому такая вот прекрасная памятка, которую нам прислали. И весь мир самоубийцев, вы абсолютно правы. То есть о чем идет речь? Интернет плохо, интернет для самоубийц, надо все заблокировать. Детям надо запретить лазить в интернете. Никаких анонимных браузеров, никаких онлайн-кошельков, это все для самоубийц. Значит, все храните в банках, желательно в российских, потому что вас кинут и пошли кукупыть. Вот. Что еще? Значит, ну я не знаю, ну вот кому-то нужно объяснять, что это форумный бред. Я знаете, что хочу предложить? Вот мне мысль такая, кстати, в голову пришла. Я хочу обратиться, как бы вы думали, к кому? Как бы вы думали, к кому? Правильно, к Вальнову. Жень, Евгений, приветствую тебя. Обращаюсь к тебе лично. Евгений, значит, генеральный директор Центра спасения детей от киберпреступности. Значит, фамилия у него Пестов, не Песков, Сергей Владимирович. Телефон его 8-900-903-7708. Значит, я с удовольствием бы позвонил этому Пестову, Сергею сам, но я думаю, что у меня это получится не так изощренно, да, над ним поиздеваться, как это получается у тебя, поэтому я на полном серьезе тебе предлагаю позвонить этому прекрасному человеку, сказать, что я думаю, что ты тоже потенциальный самоубийца, так же, как и я, мы с тобой в одной уроке. Вот, поэтому позвони, мне просто интересно, что будет, если ему позвонить и сказать, что вот я потенциальный самоубийца, я прочитал вашу памятку, вот. Поэтому вот я думаю, что будет интересно, и видео сними, это моя такая просьба. И вот кто-то скажет, что ладно, Серега прикопался, какой-то бред, какие-то общественники там в порядке частной инициативы, какую-то вот такую херню публикуют, но разве вот нужно комментировать весь бред, который публикуют в интернете. В общем-то, я, может быть, с вами согласен, но Иркутский следственный комитет опубликовал подобную, в общем-то, памятку, да. Кроме всего прочего, Иркутский следственный комитет считает, что стихии Есенина являются, в общем-то, также основанием для того, чтобы заподозрить подростка в, значит, попытках к самоубийству. Это не шутка, то есть они заподозрили Есенина в пропаганде суицидов. Значит, вот то, что меня вообще повергло в ступор, примерно так же, как зеркало напротив кровати, это, значит, публикация и сохранение картинок с изображением медуз, китов и млекопитающих, а также единорогов. А, и бабочек, бабочек, бабочек и единорогов. То есть, если вы вдруг увидели у своего ребенка фотографии китов, млекопитающих, медуз и единорогов или бабочек, то он потенциальный самоубийца. Об этом утверждает Иркутский следственный комитет, я не шучу. И вот люди пишут, что это не бред, но если это не бред, то я уж не знаю тогда, что бред. Мне интересно, видели ли следственный комитет сами единорогов. Мне кажется, что они там что-то вот такое как раз, что они увидели единорогов и говорят, не, единороги, это пункт. Первый шаг на пути к суициду. В общем-то, что хочется сказать по этому поводу? Спасибо, во-первых, тем, кто нам прислал эту замечательную памятку. Это во-первых. Во-вторых, просто имейте хорошие и нормальные отношения со своими детьми. Я по всем этим пунктам потенциальный самоубийца, однако у меня нет желания расстаться с жизнью добровольно, по крайней мере сейчас, по крайней мере пока, и никогда не было. Поэтому, если вы родители, я думаю, не мне вас учить. Нормальные человеческие отношения со своими детьми – это, в общем-то, залог на то, что все будет хорошо, никаких самоубийств и ничего прочего. То есть то, что у нас абсолютно нищенские состояния жизни, то, что у нас… Ну, я не знаю, вы поймите, что дети, они всегда рассматривают, что дальше. Понимаете, вот ребенок, он всегда мыслит, а что дальше? Человек, которому там 30 лет, он уже так не мыслит практически. Человек, который у нас 20 лет, он так практически не мыслит, в большинстве своем. Человек, которому 15 лет, и который видит, что он получает абсолютно идиотское образование. Он видит, что происходит в его стране. Особенно человек, который имеет доступ в интернет, который понимает, что в других странах такого нет. И он понимает, на каком уровне находится его страна. Который уже не смотрит телевизор, потому что большинство российских подростков, детей не смотрят телевизор. Человек, который понимает, что финансовое состояние его семьи, оно очень низкое. Да, так же, как и финансовое состояние, в общем-то, всей страны, оно очень низкое. То есть, вот эта система, вот эта страна, вот это государство, государство, не страна, оно, в общем-то, ввело нас в такую, в такую, скажем так, на тот уровень опустило, да, что дети наши видят это, и им становится страшно за то, что будет дальше. Они не получат нормального образования, они не поступят бесплатно в университет, потому что туда поступит какой-нибудь Магомед, да, им придется платить за это платное, за высшее образование, потому что у родителей нет денег, да, потом они не устроятся на нормальную работу и так далее. Поэтому дети все чаще, к сожалению, либо задумываются, в общем-то, на фоне каких-то других психологических расстройств, да, и сложных жизненных ситуаций задумываются о самоубийствах, либо о том, чтобы покинуть Россию. Мы видим, что огромное количество детей, там, от 15 до 18 лет, у них идея фикс, это, в общем-то, покинуть Россию. Поэтому, это мое мнение. Естественно, никакие там установки зеркал и фотографии китов не склоняют детей к самоубийствам, так, как вот этот путинский режим, который всех нас склоняет к этому, скажем так. Ну, это мое мнение, в общем-то, я им поделился. Нам присылают донаты. Елена Альба из Санкт-Петербурга, обожаю тебя. Спасибо, Елена, очень приятно, серьезно, без иронии. Снежок нам прислал 100 рублей на борьбу, спасибо, Снежок. Андрей написал тест, 70 рублей. Андрей, тест прошел, все хорошо. Алексей Урванцев, тестовый взнос из Вышнего Волочка, тоже прошел ваш тест, ваш Неволочок, привет. Котик Петр пишет. Здравствуй, Сережа. Все так хорошо начиналось на Ютубе, ты говорил, что никто тебя не видит, затем выключился, а я-то это смотрел из Подмосковья и тебя видел. Тебя неверно информировали. Котик Петр, 99,9% людей... Нет, ладно, о чем мы говорим. Вот у меня телефон в руках, да, и я включил трансляцию, и я себя не видел. То есть, если я себя не видел, значит, кто-то меня тоже не видел. Возможно, что вы по какой-то причине меня видели. В общем, технические сложности были, мы их решили, давайте к этому больше не возвращаться. Спасибо, что поддерживаете нас, Котик Петр, вы уже не первый раз, в общем-то, нам помогаете. Возвращаясь к теме суицидов и вредного интернета, конечно же, интернет в первую очередь подталкивает людей к самоубийствам, естественно, как же иначе. Роскомнадзор заблокировал 99 аккаунтов и записей за сутки после переезда живого журнала в Россию. Такая вот замечательная новость. В общем-то, в большинстве случаев дата блокировки 23 декабря по требованию Генпрокуратуры. То есть, живой журнал переехал, я так понимаю, на российские платформы, после чего за сутки, в общем-то, были заблокированы 100 аккаунтов. Будет это продолжаться. Естественно, я призываю никого не переходить на российские платформы, как мелкие сайты, так и крупные соцсети. Радует, что, в общем-то, пока есть еще какие-то платформы, которые не подконтрольны Роскомнадзору. Ну и очень многие платформы не подконтрольны Роскомнадзору. Вообще, это классическая картинка, да, многие видели, наверное, где бегут муравьи, Роскомнадзор такой тыкает пальцем, да, в дорожку из этих муравьев. Муравьи отбегают эту дорожку тут же, вот, прямо рядом, да, и Роскомнадзор говорит, я здесь главный. Вот, они так же работают, да, то есть, они тыкнули, их отбежали, прям вот так вот за сантиметры они говорят, я здесь главный, я всех заблокировал. Вот. Путин утвердил соцпомощное лекарство для детей-инвалидов в размере 807 рублей в месяц. Это вот тоже, кстати, к вопросу о подростковом и детском суициде, да. Дети-инвалиды будут получать целых 807 рублей в месяц. Ну, интересно, что вот Путин, как бы он смог прожить на 807 рублей в месяц, мне было бы очень интересно. Данный законопроект был принят Государственной Думой, естественно, одобрен Советом Федерации и Верховной Галактической Империей, конечно же, в лице нашего великого Владимира Владимировича, да. То есть, это опять к вопросу о том, что же толкает детей на суициды, интернет или вот эти вот законы, вот эти вот Путины различные. Несколько жителей Оренбуржья отравились настолько на метиловом спирте. Продолжается история с этим боярышником. Сегодня появилась информация, что на 30 дней запретили вообще всяческую продажу спиртосодержащей продукции, не медицинской, да, не пищевой, не пищевой, прошу прощения. Один из отравившихся в Оренбурге умер в больнице уже, сообщается. То есть, в общем-то, боярышник уже круче любого террориста практически, да. То есть, террористический акт, в котором погибнет там больше 70 человек, сколько там, по данным, уже 80, по-моему, человек, да, если считать вместе с Оренбургом. Это нужно очень постараться. Не каждый взрывной, скажем так, террористический акт, не каждый взрыв может унести жизни 80 человек, да. Достаточно посмотреть всевозможные взрывы там на вокзалах, в метро, в аэропортах и так далее, да. То есть, зачастую там количество жертв ниже. То есть, в данном случае просто вот из-за этого боярышника по сути произошло то же самое, что происходит во время террористических актов. Безусловно, я поддерживаю запрет на продажу боярышника. Вообще, я поддерживаю, в любом смысле, вообще полностью запретить продажу боярышника, потому что нет абсолютно никакого смысла продавать боярышника. Это абсолютно очевидно. Если кто-то считает, что боярышником кто-то лечится, ну, у меня есть большие сомнения. Вот. Я думаю, что мое общественное движение, новое поколение, проведет несколько рейдов в ближайшее время по аптекам. Об этом я, кстати, еще позже скажу. В общем-то, постараемся как-то в этом тоже поучаствовать, проверить, насколько соблюдается этот запрет. Вы знаете, вы можете поддерживать там здоровый образ жизни, или не поддерживать здоровый образ жизни, на то, что не должна продаваться вот эта гадость, от которой умирают там уже сотнями люди, да, там десятками, а скоро, наверное, уже и сотнями будут умирать. Ну, наверное, вы... Кем бы вы ни были, вы должны, наверное, это поддерживать, да, что это продаваться не должно в открытом доступе. И вот среди отравившихся боярышникам иркутян есть воспитатели-медсестра, да. Это к вопросу о том, что люди пишут это там, вот какие-то синчары там постоянно, да, они все равно там не сегодня завтра умрут, пускай пьют. Какая разница. Ну, вот мы видим, что воспитательница, медсестра, ну и так далее. Такая, по крайней мере, информация появилась, да. То есть, я думаю, что если бы этих людей не знали лично, то вы бы никогда в жизни не подумали, что они пьют боярышник, да, поэтому не всегда вот эти штампы, мифы о том, что это вот только какие-то такие жуткие алкоголики. Зачастую эти жуткие алкоголики, они живут рядом с нами, и мы никогда даже не подозреваем, что они вообще как-то к этому могут быть причастны. Нужный рынок без налогов? Не совсем понял, к чему это в данном случае, но, наверное, да, если в целом. Делаю коктейли молотовые из боярышника специально к 5-му, 11-му, 17-му. Есть другие, более эффективные методы. Вы не догоняйтесь травиться не боярышником, а ядом, за хранение которого срок. Я вам предлагаю посмотреть мнение врачей, в первую очередь, да, и в том числе европейских, которые рассказывают о том, что такое боярышник, и что такое вообще вот эти теперосодержащие якобы лекарства, и как они влияют на организм. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите, что не каждый боярышник, который выпьешь, от него сразу не умрешь. Я понимаю. Но боярышник не нужен. Вот пишет человек, у них имеется стыд, боярышник нужен. Боярышник не нужен, это не мое, это мнение врачей, достаточно квалифицированных, достаточно опытных. Поэтому в данном случае я им, в общем-то, скорее доверяю. Тут опять меня утаскивают в разговоры о водке, о том, какая она должна быть, дешевая или дорогая. Давайте не будем об этом говорить. Я, в общем, свое мнение уже несколько эфиров, там, месяца назад, или когда достаточно подробно высказал, и так далее. Воронежцев совершили право выбирать мэра, теперь главу будут назначать депутаты, воронежцы были, Воронеж, да, был одним из последних городов крупных, в котором выборы мэра еще не отменили и не перевели, в общем-то, в систему голосования в Думе, да, поэтому, в общем-то, теперь прямые выборы мэра в Воронеже не будут, то есть и эту, скажем так, последнюю оплоту демократии, ну, понятно, что это никакой не демократии, их и раньше не было, да, то есть сейчас, говорят, отменили выборы мэра в Воронеже, да их и раньше не было, естественно, этих выборов, это понятно, но теперь даже не будут делать вид, что они проводятся врачам верить тебя не уважать не согласен с вами врачи есть очень квалифицированные замечательные люди так что не согласен с вами боярышник да ладно давайте не будем про боярышник я еще рассказал мое мнение что боярышник никому не нужен никакого по никакой пользы медицинской от него нет еще раз это мнение очень квалифицированных в том числе европейских врачей я в данном случае доверяю не надо обобщать что я во всем доверяю врачам или ни в чем не доверяю в данном случае доверяю поэтому на это мое мнение а вот рыдавшим сотрудникам а саратовской скорой помощи начали производить дополнительные выплаты а руководство грозит журналистам подать в суд замечательное информационное агентство версия саратов кстати без шуток достаточно неплохое я с уважением к ним отношусь в общем то выпустили большой материал на тему того что за ноябрь выплатили зарплату сотрудникам саратовской помощи практически в два раза ниже чем было до этого да то есть в некоторых случаях платили там заплатили 14 тысяч вместо 18 в некоторых случаях и того меньше да то есть в некоторых случаях игру вплоть до того чтобы до двух раз меньше сумма выплат составляла и вот пишут собеседники издания о том что глазка в сми и последующий скандал видимо подействовали да то есть им начали дополнительные выплаты делать а руководитель скорой помощи заявил что 21 декабря главный врач гуссгссмп вот так сгссмп олег андрушенко отказался комментировать очень сложившись ситуацию и сказал вряд ли вы от меня получите комментарии вы получите иск в суд за клевету на меня лично заявил и бросил трубку но я не знаю как насчет исков но если выплаты в общем то действительно сократились и потом их начали доплаты какие-то да то видимо все таки никакого и клеветы в данном случае не было это во первых а во вторых очень очень хорошо что какие-то еще скандалы средств массовой информации имеют воздействие да мы это видим поэтому не замалчивайте проблему окунь как тебя можно верить если ты решил что боярышник не нужен во первых ладно вы можете мне не верить я всегда в таких случаях говорю вы можете за меня не голосовать да как хорошо что никуда не баллотируюсь я понимаю что есть определенные защитники там что у каждого есть какие-то там права убивать себя добровольно ну не знаю не знаю давайте про новый год как праздновать будете пока сам не знаю я как-то без особых размахов всегда праздную праздники праздники праздную праздники так ладно тут что-то про ссср начало сейчас пока меня не затянуло в эту дискуссию я давайте вернусь к новостям расходы россиян на необходимые покупки достигли 80 процентов зарплаты новость уже достаточно старая все ее обмусолили я просто озвучил потому что она у меня была на пятницу запланирована и вот кстати о доходах и расходах россиян о уровне жизни россиян о перспективах детей в этой стране вот я хотел бы показать такие замечательные фотографии которые нам прислали наши зрители большой привет фотографии из заводского района сейчас я даже адрес скажу вот так замечательно выглядит выглядит лестничный пролет в заводском районе там живут люди вот даже кота мы видим до живого то есть это дыра обвалилась лестница внизу мы видим какой-то подвал какую-то канализацию которую там судя по всему протекла вследствие чего лестница в общем-то обвалилась вот теперь скажите мне пожалуйста если на ребенок живет в таком доме подросток на фоне эмоциональных переживаний на фоне но то есть все то о чем я уже говорил вот что на ребенка влияет больше фотографии с китами или в общем-то вот такие замечательные лестницы то есть еще одна фотография тоже в другом месте та же самая лестница да вот так она выглядит вот так живут наши люди вот так живут наши дети в том числе да поэтому до чего даже довел страну до этот товарищ который находится в власти сейчас одну секундочку могут прокурить до обама пишет обама с киркой конечно как иначе в заводском районе на улице прудная это трудная 2 дробь 1 обвалилась лестница вот так вот замечательно живут в общем то в нашем прекрасном городе саратове и не только в городе саратове по всей стране примерно такая же ситуация а вот еще замечательная новость которую почему-то все проигнорировали никто ее не рассказал а я вот не проигнорировал с удовольствием вам не расскажу без удовольствия но тем не менее жильцов собираются брать деньги на содержание детской площадки казалось бы обычной ситуации что в ней удивительного оказывается что это на детская площадка была установлена во дворе саратова на улице астраханской в рамках проекта партии единая россия естественно то есть в саратове перед выборами приезжал наш любимый вячеслав викторович полотен свет наш солнышко богом посланный значит вождь да ну там заместитель вождя пока заместитель вождя приезжал здесь значит и чинил дороги которые уже все половина половина развалились чинил дворы которые опять-таки половина развалились и ставил детские площадки на провозку я даже не буду говорить чур меня чур ставил детские площадки а теперь оказывается что эти детские площадки некому обеспечивать обслуживать да и с в общем то с людей собираются за них брать деньги то есть в общем такой подарок который такой с последствиями да то есть в дальнейшем вы все равно должны за него платить и тут я вступил в дискуссию я очень редко вступаю в дискуссии с каким-то людьми особенно каким-то там я не знаю ватниками да условно назовем их так а тут я вступил в дискуссию девушка там саратовской группе возмущалась и говорила ну как же так вот представьте если вдруг вам подарит автомобиль а и и в общем то вам его подарят как вы же его будете ремонтировать там заправлять за свои деньги да то есть вам же не будут его заправлять и ремонтировать но я девушке объяснил что если мне подарит автомобиль на мои деньги а в данном случае вот эту площадку установили за счет бюджетных денег да из чего строятся бюджетные деньги из наших с вами налогов да поэтому эту площадку установили за наши с вами деньги и теперь предлагают за наши с вами деньги и обслуживают потому что это якобы какой-то подарок какой-то подарок кому от кого то есть это приехал вячеслав викторович из своих денег что ли то есть он так под накопил где-то да там с депутатской зарплаты и в общем-то подарил саратову детские площадки но наверное нет потому что это были в общем-то Трансфер из московского бюджета в Саратовский, то есть это москвичи нам подарили, привет москвичам, вы нам подарили, сами того не зная и не желая детские площадки, которые теперь, в общем-то, нас заставляют оплачивать. Такая вот интересная новость. А вот пенсионерка, проживавшая в общественном туалете, умерла, не дождавшись переселения. Вот уж точно новость на тему, которой не хочется никак не шутить, не хочется ни иронизировать, ни шутить и так далее. То есть женщина так и не дождалась квартиры, которую ей обещал глава района. Вот такая замечательная новость. Под Курском в селе Черницыно это произошло, скончалась пенсионерка Татьяна Конарева. Последние полгода после того, как сгорел ее дом, женщина была вынуждена жить в общественном туалете. Весной, в общем-то, писали про нее в газете местной. Женщина оказалась в числе погорельцев, лишившихся жилья в мае 2015 года. Тогда в старой двухэтажке замкнула проводку. От проводов огонь перекинулся на стену и крышу, ну и так далее. Пламя распространилось моментально. Восемь семьи остались без крыши над головой. Сразу после пожара полгода назад ей пообещали дать новое жилье. И новоселье люди ожидают, в общем-то, до сегодняшнего дня. До сих пор получили они только мизерную компенсацию по 10 тысяч рублей от администрации района. Замечательная сумма, правда, 10 тысяч рублей за скорейшую квартиру. Люди ютятся, в общем-то, где могут, а вот Татьяне Конаревой, в общем-то, не оказалось возможности где-то разместиться. И поэтому снимать квартиру она тоже не смогла. Пенсия, сами вы понимаете, какая. И пенсионерка поселилась в бывшем общественном туалете, который с помощью соседей превратили в некоторое подобие, в общем-то, жилищных условий, скажем так. Ну и, в общем-то, вот рассказывают о том, что корреспондентная женщина говорила, что, видимо, и так и доживу, и умру в туалете. И, к сожалению, как мы видим, она оказалась права. А вот глава Черницынского сельсовета Олег Быковский сообщил, что документы о признании дома аварийным и требующим ремонта поданы в комитет ЖКХ. Вопрос решается. Вот мне вопрос к жителям Курской области, мне вопрос к жителям вообще всех областей России. Что нужно сделать с Олегом Быковским? Ответьте, пожалуйста, для себя на вопрос, да. По халатности которого, из-за бюрократии которого погибла женщина. Погибла в общественном туалете, потому что ей негде было жить. В общем-то, что нужно с этим человеком сделать, чего он заслуживает, да, справедливо, чего он заслуживает. Я думаю, что каждый свой ответ так или иначе найдет. Сережа, анекдот давай. Я что-то не знаю, не мастер анекдотов, поэтому извините. Так, давайте пробежимся быстренько тогда по новостям, потому что у нас уже вскоре будут плохие новости, уже через 40 минут практически, да, МВД назвало незаконным действием журналистов программы «Ревизора». Вот так замечательно сказали, что они не имеют права самостоятельно заниматься проверкой ресторанов. Для этих целей существует Роспотребнадзор. То есть, очень хорошая такая формулировка. То есть, не Роспотребнадзор проверяет, а он существует. Он не проверяет, он существует. Поэтому не надо «Ревизора» лезть куда не стоит. Да, Орловский губернатор назвал журналистов чепушилами с такой замечательной формулировкой. Это еще 23 декабря произошло. Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тынчит, как плохо в Ренбуржской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, ничего в этой жизни не сделал, ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет и клюет. Но я могу ответить ровно тем же самым губернатору. То есть, каждый чепушила, который когда-то где-то там примазался, кому-то носил чемодан, кому-то там признавался в любви, человек, у которого зовут Вячеслав, у которого отчество Викторович, мы все знаем этого человека, где-то там к нему подмазался. Вот каждый такой чепушила в Орловской области становится губернатором, ничего не имеет за спиной, кроме печатной машинки, ее не имеет, ничего в жизни не сделал, еще кучу всего разворовал, уничтожил, ни одного рабочего места уж тем более, и куча уничтожена наверняка, и клюет, клюет и клюет. Абсолютно верно, бюджет Орловской области клюет, клюет и клюет, вот такой вот чепушила. Так что, в общем-то, надо в первую очередь обращать внимание на себя. В Московском торговом центре до смерти избили иностранцев. Вот такая замечательная новость, вот такой скриншот. И я, может быть, и не взял бы эту новость, если бы не одно «но». Читаем заголовок. В Московском торговом центре до смерти избили иностранца. И читаем снизу. При осмотре тела следов насилия не обнаружено. То есть мы с вами являемся свидетелями совершенно официального доказательства существования бесконтактного боя. То есть человека убили до смерти, при этом не нанеся ему никаких травм. Возможно, его напугали до смерти, и он, в общем-то, либо покончил жизнь самоубийством. То есть это доведение правды до самоубийства, это не убийство, но тем не менее. Но это просто так иронии ради. И вот в полиции уже опровергли убийство иностранца в Московском торговом центре. Сказали, не было такого. Никогда такого не было. И вот опять. Девушке, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора в Орле, грозит 5 лет колонии. Вот возвращаемся к Орловскому чепушиле, который там на кого-то наезжает по понятиям, пальцевеером и так далее. Это же замечательно. Вот мне очень жалко эту девушку. Я посмотрел видео, я понял ситуацию. То есть она переходила якобы дорогу на красный свет, как показалось сотрудникам ГИБДД. Хотя она говорит, что переходила на зеленый сигнал светофора. И ее начали зачем-то задерживать. Вообще непонятно, зачем заталкивать ее в машину. А она отмахнулась от сотрудника полиции, якобы ударив его по лицу. Девушка с 40 килограмм весом по щечину дала. Даже не дала по щечину, а просто отмахнулась, не видя, что там был человек. Насколько я понимаю, возможно, что этого даже не было. Никакой такой ситуации. И теперь ей грозит до 5 лет колонии, потому что на нее возбудили уголовное дело за нападение на полицейских и так далее. Нет, на самом деле я говорю, это очень хорошо. Потому что если каждого, кто будет переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, будут сажать на 5 лет, то я думаю, что мы очень быстро решим все проблемы в нашей стране. А проблема-то у нас только одна, и все мы знаем, как ее фамилия. Фамилия этой проблемы, да? Единственной. Женщина упала в шахту лифта в Москве. Продолжаются падения, начинаются, вернее, падения людей в шахте лифта. Нужно быть крайне аккуратными. Школьникам на самарские елки подарили конфеты с червяками. Об этом много говорили. Предлагаю, значит, такую акцию нашим самарским товарищам, чтобы, в общем-то, каким-то руководителем, там, я не знаю, администрации, губернатору, кому-то еще отправить тоже такую акцию протеста. Сделать, да, отправить по почте каких-нибудь тоже прекрасных сладостей с червяками. Это было бы неплохо. Отсидевшего за подготовку теракта задержали запост ВКонтакте. Об этом мы говорили в пятницу с Вячеславом Славовичем. И православного активиста НТО задержали на могиле Сталина за мелкое хулиганство на Красной площади. НТО пришел, в общем-то, на Красную площадь к могиле Сталина. Там проходили какие-то памятные мероприятия КПРФ. Он облил памятник святой водой, начал там что-то кричать и так далее. То есть я только не понял, почему он драться-то не полез. Вернее, я понял, почему не полез, потому что НТО был один с какой-то визжащей теткой неопределенного возраста. Он был один. А НТО обычно привык на кого-то нападать, когда у них там 10 человек, а человек один. То есть в данном случае у них численного перевеса 1 к 10 не было, поэтому почему-то он вел себя очень скромно. Это вообще показатель такой людей, ну вообще, что человек стоит. То есть когда 10 человек нападают на одного и потом кричат, какие они там борцы за свободу, да, за православные ценности борцы, прости господи. А когда, в общем-то, наоборот происходит, то почему-то свое православие он засовывает себя в жопу, да, и, в общем-то, послушно идет спокойненько в отделение полиции. Там какой-то дедушка начал его выпить. Классно, дедушка, мне понравилось. Дедушка, ты классный. Вот, поэтому запретить НТО. Вот чего уж точно не надо делать. Давайте поотвечаем на ваши вопросы, и прям буквально 5 минут, и через полчаса у нас уже плохие новости. Надеюсь, что мы выйдем в нормальном виде, в нормальном формате, в нормальном качестве. Задавайте свои вопросы, дорогие друзья. Сергей, надо переходить на платные вопросы, ведь мы хотя бы избавимся от троих дурацких вопросов. Ни в коем случае никогда в жизни мы не будем полноценно переходить на платные вопросы. У нас работает донат, вы можете по желанию помочь нам финансово и, вдобав к этому, задать свой вопрос. Но мы никогда не будем делать основные задачи канала заработать денег, это не наша задача. Мы гнилые, понимаешь, революция нужна в головах. Я не знаю, это сомнительно. Давайте мы сначала в материальном мире что-то изменим, потом уже можно будет что-то менять в головах. Вы знаете, вообще, когда мне рассказывают о какой-то революции сознания, революции достроенства и так далее. Когда человек с 8 утра до 8 вечера работает за 15 тысяч рублей в месяц, и это еще в лучшем случае, да, и плюс ко всему он эти 15 тысяч рублей в месяц выпрашивает на начальство каждый месяц, да, потому что их задерживают. И плюс ко всему у него есть там какая-то жена-ребенок, которого нужно одевать и обувать. Плюс ко всему, не дай бог, если кто-то заболел огромные деньги на лечение, плюс, не дай бог, если ребенок, хорошо, если ребенок учится, и, в общем-то, нужно оплачивать его обучение, да, то есть когда здесь думать о каких-то революциях сознания. Давайте мы сначала в материальном мире что-то изменим, а потом уже будем думать о революции сознания. Почему не брит? Плохо, да? Надо побриться? Хорошо. А, Сергей, ваше мнение о новой оппозиции? Ребята, молодцы, как вот мое мнение. Когда я был в Москве, я там приходил время от времени на суды, на их, на какие-то акции, что я поддерживаю, конечно. Почему вас не травмуют фейсбушники? Очень хороший вопрос. 28 декабря, 29 декабря меня приглашают в прокуратуру, потому что на меня возбудили административное дело за какую-то там, какие-то экстремистские материалы, которые я якобы разместил. Но долго об этом можно говорить, я не буду сейчас подсказывать людям, которые, безусловно, эту трансляцию смотрят. Скажу коротко, то есть прокуратура и ЦПР, которые этим вопросом занимаются, хотят сыграть в шахматы с голубем, в роли голубя. То есть как играют в шахматы с голубем, если кто-то не знает. Вы пытаетесь играть по каким-то правилам, в то время как голубь, в общем-то, раскидывает все фигуры на доске, серед посреди, в общем-то, поля игрового, да, и улетает к другим голубям рассказывать, как он всех переиграл и как он победил. То есть вот в данном случае будет происходить то же самое, я это уже предвлекаю, да. Мне самому интересно, что они там нашли, но я знаю, что они нашли, я абсолютно к этому готов, и я с точки зрения закона абсолютно чист, даже с точки зрения их путинского закона, с точки зрения их каких-то фантазий, вот игры в шахматы с голубем, да, но они опять нагадят посреди доски и улетят рассказывать, как они всех победили. Посмотрим. Что тут про семнадцатый год, революция, что поменялось, но поменялось-то многое, очень зря, очень многое поменялось. Перспективы Навального, очень-очень яркие перспективы. Я не раз в них мальцом. Да, я всех поздравляю, дорогие мои, как вас назвать, не знаю, соратники, да, соратники, люди, которые называют себя язычниками, люди, которые называют себя родноверами, люди, которые просто причастны к русской культуре, к русской истории. Я всех поздравляю с прошедшим вчера праздником Коляда, да, у нас наступил Новый год, по нашему, в общем-то, меру представлению, да, и с точки зрения астрономической наступил Новый год, с точки зрения того, что 23 декабря был самый короткий год в году, потом, в общем-то, два дня, которые раньше назывались дни без времени, да, и вот сейчас, 25-го, день пошел на прибавление. То есть вот такой парадокс для меня всегда было забавно. Декабрь на дворе только началась зима, а день уже идет на прибавление. Поэтому я всех, безусловно, поздравляю с этим, тех, кто, в общем-то, скажем так, живет в объективной реальности. Вы можете, там, сочувствовать или не сочувствовать язычеству, причислять себя к язычникам или нет, но астрономические события, как-то, глупо отрицать, да, поэтому всех с колядой. К славянской культуре, да, ну, к русской, к славянской, да, да, к славянской. Всем привет из Нижнего Новгорода, привет Нижнему Новгороду. Так, последние пару вопросов, и к плохим новостям готовимся. Нужно ли запретить ФСБ? Конечно, нужно, но обижайте. Какие вообще есть хоть малейшие причины не запрещать ФСБ? Провокаторы лезут с вопросами, что делать. Да это не провокаторы, это нормально, это нормальный формат вопроса. Когда следующий эфир? Сложный вопрос. Во-первых, это зависит от того, что будет происходить 29 декабря, да, потому что у меня определенные мысли есть по этому поводу, что будет происходить. Посмотрим, друзья, не могу загадать, простите. Буду делать анонсы, буду стараться, чтобы вы были в курсе. Про самолет говорил в самом начале, сомневаясь, что это терапия. Почему у нас все через жопу? У кого у нас? У меня не все через жопу. Будет ли эфир с Ольгой Ли? Давайте попробуем, мы что-то с ней пытались связаться, но потом не получилось почему-то. Когда культурные новости? Культурные новости сделали в записи, выложим на днях, может быть, прям сегодня. Куда девать толпу ФСБшников? Они ведь в бандиты подадутся? Нет, не подадутся. Погибших не жаль, они хотели плясать на костях, они хотели петь вежливые люди на руинах Сирии, где из-под обломков детей доставали журналисты звезды, должны были заплатить за победу Путина. Не понял, каким образом журналисты звезды должны были заплатить за победу Путина. Как это вообще связано? Погибших жаль, потому что это люди в любом случае. Это не самые плохие люди. Люди, которые занимались творчеством, то есть вокально-инструментальный ансамбль, или как вы там правильное назвать, я не знаю, правильное название этого ансамбля, который погиб, он точно не имеет никакого отношения к войне в Сирии. Какие сухари тебе присылать? А я не кушаю сухари. Кем ты будешь после революции? Человеком? С большой буквы. Надеюсь. Геббельс тоже был не самый плохой. Сколько человек... Нет, ну вы простите, если вы сравниваете Геббельса с какими-то рядовыми журналистами Первого канала, еще раз я говорю, у меня есть знакомые журналисты Первого канала, которые ненавидят этот Первый канал, которые все прекрасно понимают про всех Путиных и так далее. Поэтому, если вы сравниваете с Геббельсом, ну, вам, наверное, стоит немножко свое мнение как-то изменить, но вообще по-другому посмотреть на это. Я понимаю, я понимаю, что люди категоричны вообще в мире, вы понимаете? То есть, это так же, как было там, я не знаю, про Фиделя Кастро, да? Когда Вячеслав Человек сказал, что Фидель Кастро не самый плохой человек в мире, все начали кричать, что вот Мальцев такой же тиран и диктатор, потому что он любит Кастро. Кто сказал, что он любит Кастро? Сказали, что он не самый плохой человек в мире, что есть определенные плюсы в его правлении и так далее. То есть, я тут говорю о том, что это люди и о том... Я не говорю, что это замечательные люди, прекрасные, господи, как нам их жалят и герои, которые сражались за нашу страну и умирали там за правду в Сирии, под пулями лезли и погибали. А тут, вот, значит, они там невинным сирийским там детям хотели петь и танцевать, устроить праздник, священный праздник, а эти негодяи там, или не негодяи, я не знаю, кто виноват, там самолет негодяйский упал и так далее, я этого не говорю. Но я и не говорю о том, что это последние самые там негодяи, которые заслуживают смерти. Не заслуживают, по моему мнению. Все, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я рад был всех вас наконец-то увидеть. Надеюсь, что, в общем-то, что не последний раз, да, в том плане, что почаще у нас будут эфиры. И вообще я планирую выйти завтра в эфир, вот так скажем. Получится или нет, это вопрос уже следующий. Поэтому надеюсь, что до завтра, а вообще до 21 часа, до плохих новостей. Всем большое спасибо за ваше внимание. Так, немножко скомканный эфир, но он, в общем-то, и должен был быть таким. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok